Дело Время Николай Викторович, для начала предлагаю рассказать о значении такого института как экспертный совет и в чем вы видите необходимость его существования. Создавая оригинальный институт уполномоченного, мы безусловно понимали, что опираться на экспертную поддержку вызовет положительный эффект в нашей работе и полноценную поддержку восстановления нарушенных прав. Ежеквартально мы проводим заседание экспертного совета. Две очень серьезные инициативы. Первая инициатива это совершенствование градостроительного кодекса России. Речь о том, что мы сегодня видим, что нужна дополнительная гарантия строительным организациям, инвесторам и предпринимателям, кто сегодня хочет строить и созидать. В данном случае есть такой пробел в законодательстве, при котором добросовестный инвестор, выходя на аукцион на право аренды земельного участка, получив данный земельный участок, понимая, что на нем будет такой-то объект, который там видит власть, то в процессе создания проектной документации проходит какое-то время. И вот этот период времени сегодня никак не урегулирован с точки зрения гарантии этому инвестору, что не будет меняться правила землепользования, которые также влияют на получение остальной документации, когда человек уже приступает к стадии строительства. Вот здесь возникает, мы называем иногда, уязвимое место, ахиллесово пита для бизнеса, исключить возможность создать административные барьеры на этапе проектирования данного объекта. Вот здесь как раз мы и видели эту задачу с нашими экспертами, и выполнить эту задачу мы можем только путем вынесения поправки в предоставительный кодекс. Что мы и сделали сегодня, оформив такое предложение, заручившись в поддержке наших экспертов, проработали с областным собранием депутатов возможность такой зак инициативы от нашего региона. Безусловно, мы представляем все наши наработки нашему губернатору Архангельской области, и здесь мы сегодня выходим с нашей инициативой в проект доклада президенту страны. Все инициативы, которые вы выносите, это результат совместной работы с единомышленниками, которые входят также в состав экспертного совета. А кто сегодня является вашим единомышленником в этом институте? Это, безусловно, представители, кто занимается сегодня налоговым консалтингом. Это представители сферы строительства, это юридическое бюро, которое сегодня успешно защищает права бизнеса, используя сегодня как раз знание корпоративного права, знание налоговой системы. Более 40 человек составляют нам сегодня такую экспертную поддержку. 7 крупных юридических бюро заключили с нами соглашение о взаимодействии. И вот на базе такого сотрудничества мы можем бесплатно тем людям, кто обращается в адрес уполномоченного, готовить экспертные заключения по таким-то обращениям или готовить такие законодательные предложения для органов власти, для того, чтобы впоследствии они были уже оформлены в ЗАК инициативу. Я думаю, что правила землепользования и градостроительный кодекс – это далеко не все, что находится сегодня в центре вашего внимания, вас и экспертного совета. Какие инициативы еще планируете обсуждать на ближайших заседаниях, уже известны они? Безусловно, это инициатива, связанная с управлением информацией. Мобильное приложение уполномоченного нашло экспертную поддержку. Мы советовались с экспертами, насколько правильно мы отразили те сервисы для будущих пользователей вот этого онлайн-устройства. Мы направили все материалы в наш Северо-натический федеральный университет для того, чтобы уже был дан старт этому оригинальному конкурсу талантливой молодежи, кто сегодня занимается IT-сферой в нашем университете. Ждем на выходе продукт к маю месяцу, поэтому вот еще такая инициатива экспертам была представлена на их обозрение. Если говорить сегодня про наши планы экспертного совета, то, безусловно, это план, связанный с нормативной базой маломерных судов. Малый бизнес, кто использует сегодня в перевозках с помощью маломерных судов населения, переправы, турбизнес, он сегодня сталкивается с определенными трудностями и проблемами, связанными с применением закона. Мы получили сегодня сигнал от бизнеса, какие фрагменты мы можем сегодня исправить с помощью нашей инициативы. Идет активная экспертная работа. Николай Викторович, я благодарю вас за беседу, желаю вам и вашим коллегам удачи в работе и пусть все инициативы, которые обсуждаются на экспертном совете, найдут свое воплощение в жизнь. Мы надеемся, рассчитываем на экспертную поддержку и спасибо вам, Артемий. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!